Блуждает память Память в миллионе лет отмелькавших словно сон, А там, в твоем несчетном лоне, Роится новый миллион. За голубым его течением, Подобно млечному пути, Суди грядущим поколениям Опять грядущее найти. Марета Шагинян. Ода времени. 1915 год. Субтитры создавал DimaTorzok Каждое утро к этому столу Подходит хозяйка дома и работает. Так было вчера, так было год назад, И десять, и пятьдесят, и семьдесят. Так было всегда. Здесь свой распорядок времени И свой порядок вещей. Ничто не смеет нарушить особенного, Непонятного постороннему взгляду настроения Этой комнаты. И хочется настроение это понять. Что же это такое творчество? Ну, я вам расскажу прежде всего О трагизме моего существования вообще. С пятнадцатилетнего возраста Я привыкла работать. Причем, мне кажется, Вот я сейчас прихожу к убеждению, Что каждый человек, Если он в течение Многих десятков лет своей жизни Будет делать что-то одно, Может добиться Какого-то совершенства В своем деле. Потому что Привычка, как говорится, Вторая натура. Вот ему, Его натурой может сделаться Процесс отдачи. Вы понимаете, Чем больше даешь, Тем больше возникает Каких-то материальных элементов В самом человеке Отдачи. То это, в общем-то, Относится к энергии. Энергия, Которую с самого начала Не стали тратить, Она уже, Вы перестанете Потеряете способность отдачи. Понимаете? Вы будете пустым человеком До конца вашей жизни. А вот если вы начали отдавать С самого первого дня существования, То отдача становится Вашей второй натурой. И вы не можете Этого не делать. И вот трагедия моя Заключается в том, Что когда я устаю После большой отдачи, Я совершенно не знаю, Что мне делать с собой. Я начинаю тосковать, Как рыба, Вынутая из воды. Я в это время Не могу делать Самых обыкновенных вещей. Принимать гостей, Разговаривать с ними, Ходить в гости. Мне это кажется Такой нелепостью, Понимаете? Не вызванной Никакой внутренней потребностью. Вдруг пришел Случайный человек, Я веду с ним Случайную болтологию, И потом Ничего не получаю, Ничего не даю, А время проходит, Течет, Как песочек В песочных часах, Невозвратимое, А время – Это жизнь человека. И вот, понимаете, Получается такая мука. Мука от безделья. Вот это моя трагедия. Отдыхать я не умею. И совершенно не могу. Единственный отдых, Который я себе позволяла В жизни, Который приносил мне Какое-то облегчение, Это не прогулки, Потому что прогулки Тоже случайные, Кратковременные, А странствования. Но и эти странствия Были временем Наблюдений и размышлений, Которые все равно Звали к работе. Время от времени Человеку необходимо Становиться частицей природы. Вот. Так вот, но все же, Вот не умение отдыхать И невозможность, А сейчас я еле хожу, У меня скоро 90, И поэтому я лишена Даже этого счастья, Понимаете? Ходить так, Чтоб не думать, Что мне тяжело ходить, Что на эту палочку, Что я могу поскользнуться Раскользнуться и упасть. Вот так я и этого уже лишена. Поэтому я из кожи лезу, Я смертельно тоскую по труду, Но для того, Чтобы написать что-то, Под чем я могу подписать Своё имя, Мариэта Шагинян, Я должна сделать эту вещь, Которая была бы больше меня самой. То есть в каждой вещи, Которую человек творит, Должен быть росток того, Чего ещё никогда не было. Никем не было сказано, Никем не было так сказано, Никем не было подумано даже, Понимаете? И вот когда и человек, Который создаёт это, Сам не знает, Это проходит, Выходит помимо него. Вот это секрет, Такой многодесятилетней отдачи, Которая стала творческой. Вот если я напишу, Читаю свою какую-нибудь вещь, И в ней нет ничего, Что я могла бы назвать Вот этим ростком нового, Небывалого. Понимаете? Как шахматный ход, Который иногда бывает случайным, Но которого до шахматиста Никогда никто не сыграл. Это ведь не только мозговой процесс. Человек должен участвовать В отдаче всеми своими органами. Сердцем, печенью, почками, Даже желудком. Каждым нервом, Каждой клеткой Он участвует в процессе отдачи. И вот когда всё это Начинает костенеть, Когда вы теряете понемножку, Как вода высыхающая в колодце, Всё меньше и меньше Вот этой внутренней жизненной влаги, То вы всё трудней и трудней Создаёте ценное. Поэтому я три статьи бросаю в корзину, Четвёртую даю в печать. Сейчас. А что будет дальше, я не знаю. И в соке лозы виноградной, И в песне, что пропел поэт, Твой лёгкий шаг, Твой шаг отрадный, Почётный оставляет след. Творец, не сжи мгновенной дани, И тьмы забвенья не страшись, Что время сжало в мощной тлани, Оно летя возносит ввысь. Акт творчества – это очень таинственная вещь. Его нельзя как-то объяснить. Вот это акт отдачи. Сядки писатели делают какое-то нужное дело, Информационно нужное. Они добавляют знания у людей, Они описывают то, чего люди не знают, Создают популярное, Создают интересное, Развлекают человека, Дают ему возможность чем-то занять себя В свободное время. Но творец, он никогда сам не пишет. То есть он не сидит, не выдумывает И не заносит что-то на бумагу. Это мертво. Это как раз механическая работа. И среди рабочих есть механически работающие. И хорошо, чисто работающие. Но механически. И они будут всю жизнь делать вот это одно и то же, Так же чисто, хорошо, дельно. Ну а рационализатор, что-то делая, Инстинктивно находит какую-то более лёгкую, Более нужную, Более разумную форму труда. И вот родится у него предложение. Это у рабочего. А у писателя, он сам не знает. Вот я начинаю писать, пишу начало. Вот я бы вам могла показать Десятка два страниц, На которых названо, Название моей, Написано название моей Вчерашней, Позавчерашней статьи Для литературной газеты. Молодость мира. И начало. Первый абзац. Это идёт в корзину. Второе начало идёт в корзину. Третье начало. Двенадцать начал. Был у меня этой малюсенькой статьи. Я не могла и писать дальше. Почему? Когда вы кончаете первый абзац, И после него рука не пишет. Нету тяги. Нету тяги к продолжению. Тогда это искусственно, Продолжать невозможно. Это не удастся. Но когда вы нашли абзац, В котором родилась тяга, Вот это таинство продолжения, Уже сама рука, Уже ваш разум Не участвует как план. Понимаете? Он участвует как вливание в писание. То есть, вот скажем, Картина, пример, аналогия, Вывод, образ, Всё это вкладывается моментально, Не обдуманно, А уже содержась в самом начале статьи, В самой тяги, Как река приносит с собой Какие-то камушки, травинки, ветки. Понимаете? Это само вливается в писание. Теперь. Тяга имеет способность Стремиться к кульминации И продолжаться. Потому что у нас вот эта тенденция к продолжению, Она не только в машине. Машина, всегда разогревшись, Тремится ритмически продолжать обычное действие, Даже без вмешательства человека. Но, если вы этот урок, Я получила у Гэйта. Гэйта в своей литературной жизни Всегда останавливал работу на том моменте И на том слове, За которым уже мыслилось продолжение. То есть, в самой середине отдачи, Через 2-3 часа напряженной творческой отдачи Он прерывал работу. Кончать работу надо не тогда, Когда вы выдохлись. Кончено. Больше не могу. А тогда, в ту минуту, Когда вы хотите продолжать. И у вас есть что продолжать. И вот с этим наличием Остаточного возбуждения Вы ставите точку. Это самое трудное в творческой работе. Оторваться от нее. Я отрываюсь. Я сейчас же иду на свежий воздух. Гуляю немножко. Глотаю кислород. Иду, поем чего-нибудь. Лягу. Отдохну. Вечером обязательно детектив, Который смещает мои мысли К следованию за чужими судьбами. За острым сюжетом каким-то. И засыпаю. И вот так большие вещи, Большие романы. Я всегда делала так. Писала так. Иначе я не могу уже. Я привыкла. И особенно так мне удалось В полтора месяца Написать больше 20 печатных листов. Огромная книга. По-моему, самый удачный И самый точный, Математически точный Мой исторический роман. Это первая всероссийская. Вторая часть Тетралогия о Ленине. Я была в Ялте. Я жила одна. Это была зима. Холодно было в комнате. Трехногий столик какой-то был у меня плохой. Очень качался. Я все время подсовывала что-нибудь под эти ножки. И вот я доводила себя до вот этого божественного чувства кульминации творчества. И ставила, и оставляла. Иногда на запятой даже. Понимаете? А она... Когда я просыпалась утром, у меня было счастливое пробуждение. И я думала, вот сейчас буду продолжать. Потому что творчество дает такое счастье, какого не дает ничто в мире. Ни любовь, ни какая-то неслыханная удача. Что хотите? Ничего, что полного обмена веществ и здоровья. Ничто не дает такого потрясающего наслаждения, как творческий акт. И вечером, когда я уже была целиком, понимаете, в будущем, в завтрашнем дне, мое удовольствие заключалось в том, что у меня был длинный балкон в моем номере в Ялте. И там, в Ялте, есть маяк, красный огонек. А маяки, они ритмичны. Они не все время горят. Они разгораются и потухаются. Разгораются и потухают. И вот этот ритм движения маяка, он был мне просто как любимый товарищ. Я проходила как душа моей сестры, которую я похоронила. Я ходила по балкону и смотрела, и здоровалась с этим маяком всякий раз. Товарищи, я хочу еще одно, очень важное сказать, потому что я пришла к этому опыту, и мне бы хотелось, чтобы каждый, кто вступает на творческий путь художника-писателя, должен продумать вот этот мой опыт, примерить его как бы на себе. Дело в том, что я задумалась, а почему не появляются тяги? А где лежит секрет продолжения? Я это так без мыслей, без анализа вовсе не оставила. Я много и долго над этим думала. Вы должны абсолютно точно, как кристалл, знать, чтобы раствор, кристалл, как он родится. Я много раз растила кристаллы. Надо сделать состав жидкости, бросить у него мелкий кристаллик, и тогда он будет расти. Но он будет расти нормально только тогда, когда вот этот состав жидкости, раствор, не будет ни перенасыщен, ни недонасыщен. Самое основное для роста кристалла – это правильно насыщенный раствор. Для творчества, для того, чтобы начала расти вот эта тяга, спонтанный процесс творчества, нужно, чтобы ваш мозг, ваше восприятие аккумулировало то, что его насытило, но не перенасытило и не донасытило. Чтобы вы знали материал, скажем, статья, которую вы пишете на определенную тему, если вы не додумали, не доработали, не донакопили знания того, о чем собираетесь писать, вы, точка, у вас не родится продолжение. Вот вы начнете, у меня, по крайней мере, не появлялось этого перехода в творчество. И я потом думала-думала, в чем же дело? А потому что я легкомысленно взялась писать, не докончив накопление материала. А вот перенасытив себя материалом, я плохо делаю вещи. Вот то же самое, без продалтяга не родится. Начинаются комки, 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 комки. Ну вот, это методика такая глубинного типа. А методика рабочая заключается в том, что я ненавижу машину. Я ненавижу машинку. И когда мне дарили раньше, ну, например, гудок подарил к 30-летию, пищую машинку, я ее, или же еще получала когда-то от ТВИ в подарок, я ее моментально сбагривала, я кому-то ее дарила, выбрасывала. Когда мне привез один наш дипломат в подарок золотой Паркер из Америки, я взяла, надела перчатку, чтобы только его не касаться. Взяла его и выбросила в снег в окно. Я ненавижу все, что отдаляет материю руки от предмета писания индивидуального, себя расходующего. Вот у меня ручка, я ее люблю. Никому не позволяю ею писать. Никому не позволяю ею писать. У меня эти перья, любимые, которых сейчас не делают. Но когда я в одной из своих глав «Человека и времени» написала, что вот нигде не могу купить, уж теперь их не делают моих перьев, то мои читатели со всех концов Союза в конвертах посылали мне по два, по три перышка, оставшиеся у их детей от школы. И я до сих пор вот этими дарами питаюсь и пишу. Чернильницу, подарок моей сестры, я всегда вожу с собой. И чернила. Вы знаете, что для меня не существует ничего не обушевленного. Ничего. Я, когда рассержусь на что-нибудь и брошу что-нибудь, а потом поднимаю и приласкаю это брошенное, я чувствую жизнь каждого предмета, среди которых я живу. Я ощущаю их благоволение, их недружелюбие, их отстранение, просто как воздухом отстраняют они меня от себя, когда я неправильно что-то делаю. Или когда я отдаляюсь от естественного, мне присущего, моему характеру свойственного ощущения. Понимаете? Когда я что-то такое фальш, малейшая фальшь, моментально весь окружающий меня мир дает мне понять, что я фальшиваю. Дело в том, что в этом нет никакой мистики. Вы не имеете в виду, что ведь мы двойные. Наш организм – это то, что делает нас индивидуальным. То есть связь, которая создает индивидуальность, единственная и неповторимая. Она родится, она умирает. Бессмертия для нее нет. Но для атомов, из которых состоит каждый кусок нашей материи, для миллионов атомов жизнь бессмертна. Я это грубо говорю, и любой физик меня на смех поднимет. Но я так мыслю, мне так это кажется. Поэтому я ни капли не боюсь потерять индивидуальность. Индивидуальность должна изжить себя. Все, что она может сделать, она должна сделать. Она должна сделать. Если прерывается ее бытие, ее отдача – это трагедия индивидуальности. Но вот, скажем, Гетте, он дожил своей индивидуальности. Он умер спокойно, потому что он всего себя уже переложил в творчество. Дописал Фауста, которого писал всю жизнь. Он сам сказал, когда он ехал с двумя русскими в экипажи, он сам сказал, что я считаю, мою жизнь уже оконченной, но вот эти годы, которые, они даны мне свыше. Это как подарок. Потому что свое я уже сделала. Понимаете? Так что смерти я не боюсь. Я знаю, что материя будет без конца жить. Ты цель души неутоленной. Чем от тебя я отдалю свой смертный разум, прикрепленный к тебе, как пламя к фитилю. И, может быть, в преддверии света, остебеленный, кончив путь, вспорхнет, как голубь, пламя это бессмертной истине на грудь. Мир творчества огромен, и все, что происходит в нем, служит предметом размышлений художника. Я могу сказать только о двух больших впечатлениях, чтобы не разжижаться о мелочах. Первое впечатление – это я впервые познакомилась с большим романом Федора Абрамова. Я не знакома с этим писателем, не знаю его. Но когда я начала читать этот роман, он произвел на меня огромнейшее впечатление. Мне показалось, что я читаю писателя, продолжающего традиционное русло великой русской классической литературы. Когда то, что писатель пишет, ему очень близко к сердцу пристало, когда он пишет о том, чем он живет, что он знает до глубины души, и что он действительно хочет сказать народу, читателю. Вот такое впечатление от таких настоящих писателей у меня всегда, я называю, это массивный писатель. Мне кажется, что за этой личностью одного человека, писателя, встает весь массив народа, который поднимает его своей темой, своей жизнью. роман этот о русском советском крестьянстве после войны, сразу после войны. Это деревня разрушенная, народ измученный, голодный, почти ничего не имеющий. И в это время он обложен тяжелыми необходимыми и работами, и отдачами своего труда. Из него требуют, и он должен что-то сделать и отдать. И вот вы думаете, боже мой, сколько терпит народ. Но после этой мысли, сколько терпит народ, проступают совершенно другие черты, которые вас учат, и которые вас как-то облагораживают и заставляют стыдиться себя. Потому что в чертах, поступках, в логике этого народа есть своя какая-то глубокая традиция разумного понимания действительности. Он знает, для чего он это должен делать. Он напрягает все силы. Он это делает. По логике разумного крестьянского понимания слово «польза». Польза народу. Польза обществу. Польза делу. Народ понимает, для чего он должен терпеть и работать, и давать. И он это делает. И логика его мысли, ясность его понимания, какая-то культура его действия, понимаете, она у Абрамова так хорошо передана, что вы начинаете чувствовать себя очищенным в этом чтении, сконфуженным за себя, становящимся более скромным в своих требованиях к государству. Вот это, это прямое наследие великого старого гуманизма русской классики. Вот Фёдор Абрамов мне глубоко заинтересовал. Мне сейчас хотелось бы и повидать его, и поговорить с ним, а главное, прочитать всё, что он пишет. Мне кажется, что общение наше с некоторыми людьми, которые представляют собой моральную силу в нашем обществе, оно имеет огромное значение и в нашей работе. И без него, без вот такого общения, просто жизнь была бы серая, жизнь была бы тупиковая. Я видела недавно в телевизоре это был или творческий вечер, или это была встреча, или это была беседа с писателем Чингизом Айтматом. Читала его, правда, но не всё. Некогда мне было как-то вдумываться в это явление. И тут, несмотря на очень плохую подачу этого фильма, я об этой подаче специально скажу несколько слов, поскольку вы тут телевизионщики вокруг меня, так вам это полезно услышать, понимаете. Я вам скажу, что это было для меня великим счастьем, сидеть и слушать его. Он говорил удивительно нужные нам сейчас вещи. И вот эта массивность, о которой я сказала о Фёдоре Абрамове, она, я могла бы сказать, это и о Чингизе Атматове. Что это значит? За этим одним человеком встал массив, огромный массив всего его народа, который он как бы синтезировал в том, что он даёт, и в себе. Он говорил, между прочим, задумываясь, и, видимо, не готовый, а просто находя в данный момент то, что надо сказать. Он сказал такую вещь, что вот образ коммуниста, самая наша главная тема, которую мы сейчас должны решать. Но ведь писатель забывает, что коммунист сейчас не тот, который был 10 лет, 20 лет, 50 лет тому назад, изображать его однотипно, по старому какому-то стандарту, уже нельзя. Ведь коммунист – это тот, кто делает первый шаг вперёд. И этот первый шаг никогда не делается стандартно. И вот он сказал, когда он это сказал, мы должны дать мыслящего, живого человека, человека страдающего, человека ищущего, человека преданного идеи коммунизма, но не вслепую, не в лоб, а как омо сапиенс, как мудрое существо, как высшее создание природы, человек. И вот это меня так обрадовало и захватило в речи Чингиза Айтматова. Я хотела его обнять, как бабушка-внука, сказать спасибо тебе. Ведь это слова каждому из нас писателей нужны. Вот это огромное впечатление я получила от слов Чингиза Айтматова. Ну а товарищи, правда, это не испортило впечатление, но ей-богу, маячила перед глазами хорошенькая мордочка интервьюерши. Ну хорошо, она хорошенькая, ей хочется оставить память о себе на экране. Ну дайте ей целый фильм, пусть она там фигуряет. Ну зачем она без конца просто целую минуту торчит на экране после того, как вы слышали такие мудрые слова от Айтматова. Потом, что за монотонная подача? Природа, он, природа, он, природа, он, ну раз, сделали хорошо, но зачем это делать? Просто как, я не знаю, как дважды два, четыре, как какой-то марш левый, правый, левый, правый. Так же нельзя показывать. И если бы он просто сидел и говорил, не отвлекаясь никакими пейзажами, это было бы в тысячу раз интереснее, полезнее для слушателя, для зрителя. Вот вам, товарищи, что я хотела сказать на ваш третий вопрос. Ну, что там, довольна с меня сегодня? Погодите, еще что-нибудь надо? Может быть, Мария Терриевна устала? Нет, я не устала ни капли. Но у вас-то что еще? Время писателя отдано не только литературе, оно отдано и общественной работе. Я могу сказать не о своей общественной работе, а могу сказать о том, что я понимаю под общественной работой. Общественная работа это народная работа, это человек живет. И он живет, интересуясь тем, что вокруг него. А если он видит что-то не так, он вмешивается в это. Он старается помочь. Тем более, когда он живет в том строе общественном, который он любит, в котором он участвует, для которого он работает. Он не может оставаться равнодушным, он не может ни вмешиваться, ни производить какую-то от себя очищающую, критизирующую, изменяющую факты работу. Но для того, чтобы эта общественная работа оставалась такой же внутренне, живой, какой она связана сама с писателем, с его сердцем, с его реакциями, непосредственными, она не должна фиксироваться. Ей не должен быть какой-то счет птичками на полях, что этот сделал то-то, побывал там-то, выступил там-то. Ведь это же официальщина, это же задание, которое он берет как службу, а не как дело его жизни. Поэтому, если вы захотите, например, узнать что-нибудь о моей общественной работе в недрах нашего союза писателей, я уверена, что ни черта вы не найдете. Вам скажут, что нет, у нас нет заметок о ее общественной работе. Ну, а я не считаю, чтобы это надо было записывать и фиксировать. Единственное, что дает удовлетворение писателю, когда он действительно что-то хорошо сделает, это когда его работа становится результатной, когда он видит, что чего-то добился. И вот это очень большое счастье. 4 апреля литературная общественность, деятели науки и искусства отмечали 90-летие героя социалистического труда, лауреата Ленинской государственной премии, доктора филологических наук, писательницы Мариэтты Шагинян. Для меня большая честь председательствовать на этом вечере, на котором мы отмечаем 90-летие Мариэтты Сергеевны Шагиняна. Замечательной женщины, замечательного человека, писателя, ученого, деятеля нашей советской культуры. Человека удивительного, дающего необыкновенный пример преданности своему делу, своему народу, идеям, которые она исповедует. Человеку необыкновенному, потому что я не знаю другого человека, который бы столько сделал, и который бы в те годы столько бы продолжал делать. Вот я обратил внимание в новом мире на четвертом номере на последней странице шестой части новой работы Мариэтты Сергеевны написано конец шестой части 31 декабря 77 года. Под самый новый год она завершила шестую часть этой замечательной книги. книги. Под самый новый седьмой закончили шестую часть. Седьмую закончила? Седьмую. Молодец! седьмую и седьмой Trojan REY чудесная мариэта сергеевна когда я думаю о вас а думаю я вас постоянно то первая черта вашего необыкновенного характера которую хочется назвать это отвага отвага во всем вы не вступаете в разговор вы бросаетесь в него глубоко уверенные в своей правоте и готовы переплыть океан отсюда ваша непосредственность это искренность которые так привораживают к вам сердца ваших читателей и прежде всего ваших друзей вы никогда не уходите от спора если не согласно со своим собеседником вы звонко смеетесь не над ним а потому что знаете истину и не можете понять как она может быть недоступна другому и этот смех не может обидеть потому что он выражение той же вашей открытости но вы можете спорить и с горящими глазами спорить яростно неукротимо каждый раз вы увлечены своей работой и теме о ком вы пишете это увлеченность сохраняется в ваших книгах и первое впечатление когда я прочел вашу гидроцентраль 30-х годах это и да и сохраняется это в памяти до сих пор это новизна свобода убежденность вам мария сергеевна ведомо чувство поэтического восторга это еще одно ваше качество заставляющее любить вас и благодарить в день вашего юбилея и в другие годы и дни слава имеет журнал крестьянка наши читательницы уже сейчас прочитали слово о мариете шагинян и прочитали до отрывок билет по истории из вашего замечательного произведения о владимире чаленина это четвертый номер дорогая моя я тоже хочу сказать товарищи это была счастливая пора потому что я видела перед собой образ читателя журнала я видела нашу крестьянку я знала ее до революции ее темную тяжелую тяжкую жизнь и видела как растет она и как журнал не гоняется за авторами а гоняется за тем теплым настоящим социалистическим ленинским словом чтобы он дошел до нашей деревни до нашей женщины вырастил бы ее такой как она сейчас и поэтому я сама глубокая благодарность вам или ирина александрова мариета мариета сергеевна чтобы вам всегда напоминать крестьянку разрешите вам подарить это полезно чайник на пусть она вам помогает вам спасибо что вы есть на свете хорошо подождите подождите надо спрятать я хочу предоставить сейчас слово значит молодому совместно представителю нашего союза писателей андрею вознесен милая мариета сергеевна сейчас все институты все жанры литературы бьются и борются за вас как когда-то за гомера поролись все города греции в каком городе отродился кому принадлежал и все-таки я сказать что все таки первое искусство это поэзия потому что вы начинали как поэт и вы всегда были поэтом вы шаровая молния нашей литературы полной неожиданности всегда но все-таки у ежовой и шамурина в антологии ваше имя стоит среди имен волошина ахматовой цветаевой это прекрасные стихи я хочу вот среди веселого этого вечера сказать все таки вот эту серьезную высокую музыку музы поэзии выслушать я хочу прочитать стихи которые с детства я маминой библиотеки знал значит я прочитаю стихи из вашей книги вот такие высокие стихи велел господь моей душе когда в нее вдохнул божественное пламя идти с людьми идти вьюдоль труда исполненную днями и делами но ты любовь источник сладких нег как океан в себя берущие реки моих времен не выполненный бег в одном остановила человеке я божьего завета не нарушу трудов и дней я выполню наказ и от тебя назад взяла я душу оторвала глаза от милых глаз испуг и ложь любовь в твоем укоре без плотных снах стоят твои года душа ушла не для игры и горя но от игры и горя для труда спасибо вам за вашу поэзию за ваш великий труд я думаю послушаем музыку я пойду туда товарищ я ничего не слушаю я пойду туда вас нельзя роялю идти ко мне то Магомед идет за ее сам и 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 так может ли один человек соединить в себе философское ощущение времени и рабочее понимание минуты статистику и поэзию космогонию и социологию живопись и музыку алгебру и гармонию да может но и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok В самый конец этого фильма говорю «Здравствуйте!» Это совсем не моё желание, этот фильм. Я снимала с очень большим неодобрением, недовольством. Я боюсь, что это какое-то самохвальство, реклама. Пожалуйста, не принимайте этот фильм за какую-то саморекламу. Я только хотела бы, чтобы мне удалось и после 90 лет встретиться с вами, поговорить с вами и похвастаться новой книгой. Своими слепыми глазами я всё-таки пишу. Вот пишу мелко и слупой, но пишу. И вам желаю того же на старости в полной, глубокой, мыслящей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok